Здравствуйте мои дорогие подписчики и гости канала с вами Женя. Вы на канале счастье в нас самих, где как всегда ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои, ритуалы на исполнение любых, даже самых невероятных желаний. И как всегда помните, что все в ваших руках, ваши мысли, чувства и действия сегодня создают вашу жизнь. Что излучаете, то и получаете. И самое интересное, что даже если то, что происходит вокруг вас, вам не нравится, притянули вы это сами. Таким образом, что все это я рассматриваю на личных консультациях. На консультации мы рассматриваем именно вашу ситуацию и смотрим, что же привело к тем или иным проблемам. Поэтому, пожалуйста, приглашаю. Кстати, хочу поблагодарить вас за донаты. Я очень рада, что мои расклады, мои практики, мои медитации помогают вам. И об этом говорит ваша обратная связь и донаты, которые получаю от вас. Кстати, ссылочки на донаты под каждым видео. Это ваша благодарность за мой труд. Так же, как и лайк, и подписка на канал. И, конечно, колокольчик, который позволяет вам одним из первых видеть мои видео. Ну что, мои дорогие, смотрим сегодня. Что же вы излучаете сегодня? Что вы отражаете или излучаете сегодня? Я всегда говорила, мир – это зеркало. И мы видим все, что мы излучаем в отражении. Поэтому, что же вы отражаете сегодня, мы посмотрим сейчас. И, соответственно, увидим, что вы можете притянуть. Сосредоточьтесь, как всегда, на себе любимых. Сделайте себе комплимент, похвалите себя. Ну и, конечно, обязательно улыбнитесь. Улыбка меняет жизнь. Улыбка улучшает жизнь. Вы знаете, что иногда улыбкой можно погасить конфликт еще до того, как он разгорелся. Погумайте об этом. Ну что, надеюсь, что вы улыбнулись. И мы смотрим, что же вы отражаете сегодня. Ну, первое, я могу сказать, что вы боитесь выражать свои истинные чувства. И потому, что я вижу, для других людей вы иногда кажетесь загадкой. Но не такой загадкой, которую хочется отгадать. А просто люди не всегда вас понимают. И вы сегодня отражаете... Почему это так? Потому что вы сами отражаете это. Опять же, может быть, вам так комфортно. Это не значит, что это плохо или хорошо. Вообще нет такового, как плохое или хорошее. Для кого-то что-то может быть плохим. Для другого человека это хорошо. Поэтому на сегодняшний день вы излучаете непонимание, недопонимание в мир, во Вселенную, в окружающем. И, соответственно, люди не совсем вас понимают. Смотрим дальше. Что же еще, кроме этого, вы излучаете? И так же, смотрите, я опять говорю, смотрю, я смотрю, в последнее время, у людей, видимо, у многих людей происходят очень большие перемены, потому что идут старшие арканы. Очень много старших арканов идет в раскладе. Когда идет большое количество старших арканов, значит, задействованы именно действительно какие-то высокие энергии, которые помогают и влияют на вашу жизнь, на нашу жизнь, потому что я там же, я тут же, в этом же мире. Ну и сейчас я могу сказать, что по второй карте, сверху того, что вас не понимают, вы почему-то излучаете терпение, вы слишком терпеливы. Вот тут я могу сказать, что не всегда нужно это терпение. Вы его излучаете, но оно, насколько я вижу за картой, это терпение для того, чтобы сглаживать обстановку. Но вам это не идет на пользу. Не вот эти две карты, которые вышли, не первое, что вы излучаете, не второе, оно не идет вам на пользу. Все, что вы пытаетесь в себе давить, все, что вы пытаетесь не высказать, не вытащить, не выпустить, оно работает во вред вам. Помните об этом. Поэтому терпеть, терпение, знаете, терпеливость нужна, терпеливо двигаться к цели, терпеливо не ждать, а предвкушать, что вы хотите получить. Но тут я вижу, что это терпение для того, чтобы не было конфликтов. И это вы излучаете. Соответственно, люди же чувствуют то, что вы что-то недоговариваете, что ваше внутреннее состояние не такое, как вы пытаетесь показать. И ответ, реакция идет соответственная. Подумайте об этом. Терпение, терпение хорошо только в определенных случаях. Но когда вот эта терпеливость затрагивает ваши интересы, в первую очередь это во вред вам, и соответственно вы не можете, знаете, как я говорю, что излучаем, то и получаем. Вот это отражение не совсем вам на пользу. Опять же, мои дорогие, если вам так комфортно, это ваш выбор. Я говорю то, что я вижу в раскладе. Ну и еще одна карта. Что же вы отражаете сегодня? Ну, тут давайте так. Вот, наверное, все-таки под вот этим всем для некоторых из вас идет отражение уверенности в себе. Вот это вот, вот эта карта говорит о том, что вот эта уверенность в себе, я же рассматриваю расклад, как общая связка карт, вот эта уверенность в себе не совсем она ваша. Вы не уверены в себе. Вы не уверены в том, что вы иногда делаете. Вы не уверены в том, что вы правильно поступаете, а просто потому, что вы закрываетесь. И вот по большому счету вы отражаете сегодня закрытость. Да, для некоторых получается, что они чувствуют какую-то определенную уверенность в этой закрытости для себя. Но по большому счету я точно могу сказать, что то, что вы отражаете сегодня, не совсем работает на вашу пользу. Подумайте об этом. Кстати, самое главное в этом всем, чтобы вы всегда были именно честны с вашим внутренним состоянием, с вашей интуицией, с вашим подсознанием. Подумайте об этом. И тогда притяните все самое лучшее. А по этим картам Вселенная поможет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!